Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Здравствуйте! Решил задание 529. От Москвы до Курска 537 км из Москвы в Курск вышел поезд со скоростью 60 км в час и через 6 часов, 20 часов и 55 минут встретил на промежуточной станции пришедшего в это же время поезд, который вышел из Курска в Москву в 17 часов 55 минут. Какова скорость второго поезда? Давайте проиллюстрируем краткое условие. Пусть на этом конце у нас будет Москва, а на этом Курск. И расстояние между Москвой и Курском составляет 537 км. Здесь у нас будет промежуточная станция, на которой встретились поезда через 6 часов в 20 часов. и 55 минут. Из Москвы в Курск выехал поезд со скоростью 60 км в час. Из Курска в Москву поезд со скоростью неизвестно сколько км в час, но известно, что отправление этого поезда было в 17 часов и 55 минут. Нужно найти скорость второго поезда, то есть на вот этот вопрос ответить. Чтобы найти скорость второго поезда, во-первых, нужно знать, сколько километров он проехал, а во-вторых, нужно знать, за какое время он проехал это расстояние. Но сколько километров он проехал, узнать легко. Для этого нужно из всего расстояния 537 км вычесть то расстояние, которое проехал первый поезд. А там расстояние мы можем узнать, нам известно и скорость, и время. Он за 6 часов доехал до места встречи. Поэтому нужно 60 умножить на 6. 60 умножить на 6 будет 360. То есть 360 км проехал первый поезд. Вторым действием мы знаем, сколько проехал второй поезд. Для этого из всего расстояния вычтем то, сколько проехал второй поезд. Давайте вычтем столбик. 7-0, 7, 3-6 не вычесть, у пятерки занимаем. 13-7 тоже будет 7, у пятерки заняли, четверка осталась 4-3, 1. То есть получаем 177 км проехал второй поезд. Теперь осталось узнать, сколько в пути был второй поезд. Он выехал в 17 часов 55 минут, а уже в 20 часов 55 минут произошла встреча. Значит, в пути он был мы из 20 часов 55 минут вычитаем 17 часов 55 минут и получаем 3 часа. 55 минут минус 55 минут не останется, 20 минус 17, то есть 3 часа был пути второй поезд. Ну, а теперь легко найти его скорость. Для этого нужно расстояние, которое он проехал, разделить на время, за которое он это расстояние преодолел. 177 разделим на 3, давайте разделим столбик, начинаем делить с 17 и берем по 5. 5 на 3 – 15, 17 минус 15 – 2, семерку сносим и берем по 9. 27 минус 27 минус 27 – 0, разделили, получили 59, то есть 59 км в час скорость второго поезда. Ответили на вопрос задачи, можно записать ответ. 59 км в час и выполнили задание 529. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожеланий подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!